По факту жалоб от Назаровского района мы сейчас проводим внутреннюю проверку, то есть мы сейчас собираем все графики, смотрим все глонассы, которые установлены на спецтранспорте регионального оператора. Было, да, действительно зафиксировано два нарушения сбоя, сбора графиков ТКО. Первое нарушение было зафиксировано с 12 января. В связи с поломкой автомобиля мы не собрали несколько населенных пунктов, о чем уведомили заранее глав, сообщили, что мы сегодня к вам не приедем, приедем к вам на следующий день. Соответственно, 13 числа сбор был осуществлен по всем населенным пунктам. И также был 19 числа, 19 января машина проходила по графику, собирала деревни, она забилась, уехала на разгрузку и, соответственно, приехала дособировать отходы на следующий день. 21 и 22 января у нас температура воздуха падала ниже 40 градусов, соответственно, машина уже в те населенные пункты отдаленные не поехала. Собирали в течение двух дней, когда температура уже стала допустима. В случае вообще нарушения графиков по каким-либо причинам, там поломка спецтранспорта, погодные условия, либо переметы на дорогах, мы связываемся с главами, общаемся с главами в чате и предупреждаем там, что либо сегодня будет машина, либо не будет машина, либо машина приезжает на следующий день и собирает отходы. Также замечания были по животным. Что касаемо животных, то региональный оператор ответственности за них не несет. Ответственность за это несет орган местного самоуправления. А в случае, где мешки разрывают собаки, то также ответственность несет за это орган местного самоуправления, так как данные места сбора ТКО, это от края проезжей части, были определены органами местного самоуправления. Мы эти места не определяли. Что касаемо перерасчетов за услугу обращения с ТКО, перерасчеты у нас предусмотрены пунктом 8, пунктом 9, 89 федерального закона. Это когда у нас кто-то находится на санитарно-курортном лечении, либо не пребывает по месту проживания, либо там очень много всяких причин. За это, да, перерасчет за ТКО, конечно, предусмотрен. Если ТКО не забрали в указанный день, а его забрали на следующий день, за это перерасчет размера платы за услуги обращения с ТКО не предусмотрен. Никаких серьезных нарушений в сборе и вывозе твердокоммунальных отходов по Назаровскому району на сегодняшний день мы не видим. Соответственно, все вопросы и все недочеты, которые связаны с нашей работой, мы сейчас постараемся решить и с главами, либо сами на местах в текущем процессе. В свою очередь, мы надеемся на то, что в Назаровском районе наконец-то появятся контейнерные площадки и проблема мешкового способа будет решена. Решена в том плане, что установят контейнерные площадки. И, соответственно, как жителям Назаровского района, так и нам, как региональному оператору, вывозить и собирать отходы будет гораздо проще и удобнее.